При всем вот том тяжелом экономическом положении, так сказать, которое в определенной степени просматривается, прекращать инвестиции в развитие здесь, в стране, мы не будем, Гераклион не будет. Мы развиваемся, мы строим, мы создаем. Мы приобрели четыре, нет, пять, прошу прощения, пять новых станков, которые позволят наше производство добавить таким потенциалам, что у нас практически не останется нерешаемых задач. Причем нерешаемых задач, как у производителя абсолютно самодостаточного, абсолютно опирающегося на собственные силы, готового к любому импортозамещению по той номенклатуре продукции, которая сегодня насчитывает на всякий случай более шести сотен наименований. Причем наименований не только использующих металл в производстве этой продукции, а начиная от дерева и кожи, кончая производством собственной спортивной одежды. Только набираем обороты, на самом деле. Мы подготовили уже массу предложений у разного рода органы федеральной и местной власти, позиционируя себя как производственная структура, предприятие, готовое производить продукцию импортозамещения. Где-то есть реакция, где-то она, так сказать, тормозится, где-то не вполне люди пока готовы сами перестраивать свою работу, а уже пора бы на самом деле. И растет и число заказов, и мы абсолютно набираем обороты вперед и вверх. Я думаю, что промежуточно к концу апреля мы уже будем готовы принимать там не просто отдельных, так сказать, посетителей той спортивной инфраструктуры, которая там создана. Я просто напомню, там и зал функционального тренинга, и борцово-бойцовский зал, и просто зал, так сказать, ну, в сынговом понимании, качалка, да, в этом смысле. И гостиница, так сказать, вот сейчас уже заканчивается сборкой последних элементов мебели, так сказать, с тем, чтобы проживание там было предельно комфортным. Станет тепло, и к тому моменту будут еще и закончены, я надеюсь, новые элементы, а в частности, так сказать, мы как-то всегда немножко недооцениваем в тренировочном процессе элементы восстановления. А лучшим для работы, все-таки, так сказать, с силовыми дисциплинами, лучше баньки никто пока еще не придумал. Поэтому банные дворики и ни один на этой базе будут присутствовать в обязательном порядке. А кроме того, чтобы было понятно, уже в производстве, так сказать, в работе находятся специальные оборудования для оборудования специальной полосы препятствий, назовем это так, которая, по нашему мнению, может быть, должна стать неким центром военно-спортивной подготовки. Или, правильнее сказать, спортивной подготовки, ориентированной в том числе и на подготовку к возможным участиям в военных действиях. Наш опыт, наша практика работы и в кроссфите, и в функциональном многоборье нас, безусловно, к этому подвигло. И уверен, что вот этот объект станет очень оригинальным, очень интересным и будет привлекать большое количество, так сказать, тех, кому интересно, действительно, так сказать, довести себя до прикладной кондиции, а не просто, так сказать, некого, там, спортивного результата в этом смысле. Кроме того, у нас сейчас великолепно, я не побоюсь этого слова, складываются отношения с местной муниципальной властью и планы по использованию всей возможной спортивной инфраструктуры города. А она, я должен вам сказать, к чести муниципального, так сказать, образования, к чести Суворовского района Тульской области возглавляет Геннадий Викторович Сорокин. Ну, я вам честно скажу, я много где чего посмотрел и видел, и такой ухоженный, такой находящийся в абсолютно великолепном работающем состоянии спортивной инфраструктуры я практически нигде не встречал. Просто достойно всяческого уважения и похвалы и благодарности работа Суворовской администрации по развитию спортивной инфраструктуры города. И мы свою задачу видим в абсолютном вот объединении усилий для того, чтобы этот город, носящий имя великого генералиссимуса непобедимого Александра Васильевича Суворова, стал центром очень серьезной спортивной активности. На этой базе мы планируем создать музей. Если говорить о концепции этого музея, я не то чтобы боюсь сглазить в этом отношении, я просто не хочу раньше времени какие-то, так сказать, обозначать вопросы, которые требуют еще определенной доводки и доработки. Но и тем не менее это будет, конечно же, музей, который будет посвящен силовым видам спорта, безусловно, силовым, функциональным. Он в определенной степени коснется, так сказать, и истории развития тех или иных дисциплин, нашего взгляда на эту историю, нашего понимания того, а где, собственно, истоки, и истоки чего. Какие-то моменты мы сделаем абсолютно, планируем сделать внове. И самое главное, что хотелось бы, чтобы этот музей был не просто неким набором каких-то экспонатов, что есть очень такое горячее желание применить еще инструментарий такой, не очень стандартный в этом смысле, интерактивный, возможность получить на небольшом сравнительном пространстве достаточно большой объем визуализированного материала. А и, кроме того, попытаться использовать пространство по максимуму, то, которое мы располагаем, для того, чтобы все оно, по большому счету, было неким отчасти музеем под открытым небом, а отчасти какой-то подводкой к центральной экспозиции. Поэтому вот как-то есть чем нам заняться в этом смысле, во всех смыслах, и в прикладном, и в творческом, дело за малым, справиться бы совсем с этим хозяйством, на самом деле. Но, знаете, как в советское время, под какими лозунгами пятилетние планы выполнялись и перевыполнялись? Планы партии, планы народа. Хотелось бы вот под лозунгами, некоторым образом перефразированным, планы Гераклиона, планы спорта.